Герой моего сегодняшнего рассказа родился за много лет после Гомера и за 140 лет до Стиви Вандера. И как они, большую часть своей жизни он проведет в полной слепоте. Но после него мир слепого человека уже не будет прежним. Сегодня я расскажу о человеке и алфавите Луи Брайли. В течение большей части человеческой истории отсутствующее или очень плохое зрение обрекали людей на нищету, презрение и положение человека третьего сорта. Редчайшие примеры, как правило, из истории религии, уникальных подвижников и святых, которые, несмотря на слепоту, нашли свое призвание и подавали пример людям, только подтверждали правила. Да, Мильтон ослеп в 43 года и продолжал писать стихи и политические трактаты. Да, Джон Стэнли, несмотря на пожизненную слепоту, стал органистом-виртуозом. Но это были редкие исключения. Для подавляющего большинства людей на протяжении большей части истории слепота означала конец нормальной жизни, а иногда и физической жизни. И если эта беда случалась с вами при рождении, это было чуть ли не худшее, что с вами вообще могло произойти. В средние века философы всерьез спорили, является ли слепота печатью проклятия и признаком неисправимой врожденной порочности души. Потому что уму непостижимо, как добрый боженька мог наказать такой кошмарной инвалидностью порядочного человека. Наконец, уже в XVIII веке Дени Дидро, один из самых влиятельных философов французского просвещения, снял со слепоты моральную стигму и заложил философскую основу для образования слепых. Дидро написал один из первых трактатов, в котором подробно обсуждались вопросы образования незрячих. В этом эссе высказывалось предположение, что у слепых людей можно отточить чувство осязания и использовать его для чтения. Дидро приводил в пример одно из этих редких исключений – Меланида Селиньяк, слепую музыкантшу, которая научилась читать, используя вырезанные буквы из картона, а потом разработала собственную тактильную версию нотной записи, с помощью которой она читала композиции с листа. Дидро видел в Меланида Селиньяк пример того, что незрячие люди могут получить образование, если только педагог сосредоточится на том, какими способностями обладает незрячий человек и приспособит обучение к этим способностям. В 1784 году французский профессор каллиграфии Валентин Хауи открыл первую школу для слепых в Париже. Он был вдохновлен другой талантливой слепой пианисткой – австрийкой Марии Терезии фон Паради. Это была замечательная женщина, а слепнув в детстве, она не прекратила занятий музыкой и, обладая превосходной памятью и исключительно музыкальным слухом, выучила наизусть, на слух, более 60 концертов, а также большой репертуар сольных произведений. Паради стала знаменитостью, с успехом гастролировала по всей Европе и разработала для себя специальный тактильный алфавит, с помощью которого она читала, писала, сочиняла музыку и переписывалась с друзьями. Так вот, благодаря ей Хауи понял, что слепые могут учиться, читая пальцами, и он сам разработал систему рельефного алфавита для обучения своих студентов. Это были просто выпуклые буквы очень большого размера и при том со всякими завитушками, потому что Хауи был каллиграф и, видимо, без завитушек не мог. Слепому человеку нужно было пальцами отслеживать контур каждой буквы. Это было медленно и неэффективно, но это работало. И метод Хауи стал моделью, принятой педагогами слепых на протяжении следующего полувека. К началу XIX века школы для слепых существовали в Великобритании, во Франции и в Австрии. Фактически это были профессионально-технические училища, где ребята обучали ремеслу. Им давали возможность зарабатывать себе на жизнь, не давая полного образования. Чтение и письмо или не преподавались вообще, или были вторичны, потому что метод Хауи требовал огромной усидчивости, отнимал много времени. А книги, изготавляемые по его методе, были очень дорогими, огромного размера и вмещали в себя крайне мало информации. На одну страницу вот такого формата помещалось от силы два предложения вот такими буквами. То есть давать слепым детям фундаментальное образование всё ещё казалось практически, если не невозможным, то крайне затруднительным. То есть это было возможно провернуть в индивидуальном случае, как с Марией Терезией Паради, которая, между прочим, была дочкой придворного советника и министра императрицы Марией Терезии, в честь которой её назвали. То есть у её семьи были возможности дать ей образование, были время и были средства. Но для обычного ребёнка из низших и даже средних классов максимум перспектив было получить профессию, научиться шить, к примеру, работать с кожей, столярничать, получить возможность обеспечивать себя. И это всё. Умение читать, писать и считать казалось избыточным и неперспективным, потому что непонятно было, на какую, собственно, профессию, требующую этих навыков, слепой мог рассчитывать. Это казалось бессмысленной тратой времени и сил. По крайней мере, так казалось зрячим людям. В те годы слепые люди воспринимались в первую очередь как безнадёжные инвалиды, требующие постоянного надзора и опеки со стороны зрячих. Никому из добрых людей, желавших облегчить их положение, не приходило в голову, что сами слепые могут внести вклад в развитие их обучения и улучшения своего положения. Их старались облагодетельствовать, не воспринимая всерьёз возможность того, что они сами лучше понимают, как им следует учиться, как им нужно помогать. Их, по большей части, никто не слушал. И судьба Луи Брайля это первый успешный пример того, как слепой человек не только смог найти себе место в жизни, но он также сделал принципиальное усовершенствование, которое до сих пор помогает всем незрячим людям вести полноценную жизнь. Луи Брайль родился в Кувре, в небольшом городке, примерно в 30 километрах к востоку от Парижа, 4 января 1809 года. Он был младшим из четырёх детей зажиточного шорника. У его отца была мастерская, в которой он изготавлял сбрую и другие кожаные изделия. И они, в принципе, неплохо жили. Как только он научился ходить, Луи начал проводить много времени в мастерской своего отца, наблюдая за его работой. Тот поощрял интерес сынишки и, видимо, позволял ему играть с острыми предметами. И это закончилось очень плохо. Луи было всего три года, когда он, пытаясь подражать отцу, хотел сделать шилом дырку в куске кожи. Не рассчитал усилия, шило соскользнуло и вонзилось ему в глаз. Никакие усилия ни местного врача, ни парижского хирурга, к которому маленького Луи отвезли на следующий день, не смогли спасти поврежденный глаз. Хуже того, рана начала гноиться. Мальчик был в настоящей агонии несколько недель, и родители боялись за его жизнь. И даже после того, как он немного оправился, он так и не выздоровел полностью. У него развилась хроническая инфекция, которая перекинулась и на второй глаз. Как-то раз он спросил свою маму, почему вокруг дымно, а запаха гори нет. И она поняла, что мальчик слепнет. К пяти годам Луи Браэль полностью потеряет зрение. Его родители приложили много усилий, необычных для того времени и для людей их круга, чтобы нормально воспитать своего младшего ребёнка. И Луи подрастал, успешно преодолевая свою проблему. Он научился ориентироваться с помощью трости, которую смастерил для него отец. Один ходил по всей деревне и, казалось, рос, не будучи придавленным своей инвалидностью. Он был смышлённым и полным любопытства, и его яркий творческий ум произвёл впечатление на местных учителей и священников, и когда ему исполнилось 10 лет, Луи предоставили редкую в те времена возможность поступить в одну из первых школ для слепых детей в мире – Королевский институт слепой молодёжи в Париже, основанный Валентином Ауи. Я уже упоминала о нём, сейчас расскажу чуть подробнее. Желание помочь слепым у Ауи возникло, когда он, сидя в кафе на площади Согласия в Париже, увидел, как толпа подонков издевалась над пациентами хосписа для слепых. На них напялили дурацкие колпаки, огромные картонные очки и заставили играть на музыкальных инструментах, что привело к жуткой какафонии и большому веселью толпы. При исполненной негодовании Ауи нашёл возможность связаться с отцом глухих Шарлем Мишелем Делепе. Он решил сделать для слепых то, что отец Делепе уже сделал для глухих. Этот отец Делепе тоже был замечательным человеком. Католический священник был очень обеспокоен тем, что глухие с рождения люди оказывались в опасном положении с точки зрения религии. Глухим очень трудно научиться говорить. Сейчас их, конечно, успешно учат, но в те времена люди, как правило, были глухонемыми. Им также трудно было научиться читать. Если вы не слышите звуки, что для вас означают буквы? Опять же, сейчас это преодолевается, но в те золотые годы люди, рождённые глухими, оставались глухонемыми и неграмотными, что означало, они не могли воспринять Слово Божье. Они не слышали проповедей, не могли читать Библию, не могли исповедаться и, соответственно, причаститься. И таким образом были гарантированно обречены на ад. И отец Далепе, будучи добрым человеком, считал, что это как-то несправедливо, что врождённая инвалидность обрекает невинных людей на ад. И он решил что-то с этим сделать. Он старался активно помогать глухим, и однажды он увидел, как две глухонемые сестры общались друг с другом с помощью знаков, которые они сами придумали. И он открыл сначала приют, а потом бесплатную школу для глухих детей, где начал обучать их языку жестов. Он его не придумал, но начал широко распространять это знание и сделал образование доступным для глухих детей из всех сословий. Так вот, Валентин Ауи решил сделать для слепых детей то, что сделал Далепе для глухих. Он разработал метод обучения чтению и письму с помощью рельефных букв и открыл школу в Париже при поддержке Французской академии наук в феврале 1785 года Институт слепой молодёжи, куда и попал десятилетний Луи Брэль. Луи отправился в школу в феврале 1819 года. В то время Королевский институт располагался в бывшем помещении городской тюрьмы и был довольно ветхим и депрессивным местом по современным стандартам. Но, тем не менее, для слепых детей это было неплохое место, где они могли, во-первых, общаться друг с другом, а это важно. В то время слепой человек был, как правило, колоссально изолирован, а тут они могли завести друзей среди ребят, понимающих их проблемы. Затем там им предоставляли обучение, в первую очередь, опять же, профессиональное, что давало им перспективу обеспечивать себя в будущем, быть независимыми. И у них был доступ к книгам, аюи и его системе обучения чтению. Маленький Луи Брэль загорелся перспективой научиться читать. И он освоил систему АВИ, но те немногие и короткие, несмотря на свою величину, книги, которые были в школе, постепенно его разочаровали. Он научился писать буквы под трафаретом из кусочков кожи и отправлял письма домой. Это был долгий, трудоёмкий и не очень-то продуктивный процесс, но зрячим учителям казалось, что он демонстрирует прекрасные результаты. Однако для незрячих учеников ограничения системы ауи были очевидны. Громоздкие, дорогие, короткие книги. Они были заточены под зрячих людей, а не под слепых. Луи Брэль перечитал книги ауи на несколько раз. Он показал себя способным и сообразительным учеником. И когда он закончил школу, его пригласили остаться в училище на должности помощника учителя. В 24 года он уже был возведён в звании полного профессора. У него также были большие способности к музыке, и он стал отличным органистом и виолончелистом и играл на органе в церквях по всей Франции. Большую часть своей жизни Брэль будет работать в институте, где он преподавал историю, геометрию и алгебру. Но ещё в возрасте 15 лет он сделает своё главное изобретение, обеспечившее ему место в истории. Когда артиллерийского офицера Шарля Барбье де ля Сера отправили в отставку, он начал увлечённо заниматься разработкой новых видов стенографии и других форм альтернативного письма. Он считал, что нормальная стандартная грамотность, буквы, звуки, грамматика, орфография слишком сложна для многих людей. И как человек, учивший французский язык, я не могу с ним не согласиться. И он пытался придумать более простые и универсальные способы записи речи. В 1815 году Барбье опубликует книгу, содержащую 12 таких интересных методов, одним из которых будет так называемое «Экритюр-нактюр» – «Ночное письмо». Которые люди могли читать в полной темноте, на ощупь. Изначально Барбье полагал, что его метод будет использоваться в армии в полевых условиях, чтобы офицеры могли ночью, не зажигая света, читать полученные приказы. Но армия не заинтересовалась его изобретением. И Барбье подумал, а может ли оно упростить жизнь слепым людям? И он связался с Королевским институтом слепой молодежи, предложив им начать обучать студентов его методу. Система Барбье представляла собой код из рельефных точек, отпечатанных на плотной бумаге ячейками 6х2. Каждая ячейка кодировала не букву, а звук. Поскольку Барбье был стенографом и рассчитывал на использование кодов в армии, то скорость и компактность были для него главнейшими критериями. К системе прилагалась таблица звуков 6х6, которую надо было выучить наизусть. И в ячейке кодировались координаты звуков таблицы. Чувствуется армейский ум. Барбье также изобрел инструменты, облегчающие запись его шифра, специальную линейку с группами из 6 горизонтальных вырезов и подвижным курсором. Рельеф, который можно почувствовать пальцами, появлялся на обратной стороне бумаги, поэтому письмо получается зеркально перевернутым. Следовательно, писать нужно было наоборот, справа налево. У системы Барбье была масса недостатков. Во-первых, его ячейки были довольно большими, больше подушечки пальца, их нужно было долго ощупывать и можно было ошибиться, продвигаясь по строке. Во-вторых, это была своеобразная стенография, которую нужно было учить дополнительно и которая не имела знаков припинания и цифр. Тем не менее, это было замечательное изобретение. И хоть не сразу, но через несколько лет, его система была принята к обучению в институте слепой молодежи. Принципиальная проблема с системой Барбье была та же самая, что и с предыдущими попытками научить слепых читать. Она была изобретена зрячим, только смутно понимающим как нужды, так и возможности слепых людей. Луи Брайль узнал о ней, когда ему было 12 лет и с большим энтузиазмом принялся за ее усовершенствование. Он говорил, мы слепы, не хотим, чтобы мы и дальше подвергались презрению или снисходительному покровительству со стороны зрячих людей. Нам не нужна жалость, нам не нужно напоминать, что мы уязвимы, с нами должны обращаться как с равными, и общение это способ добиться этого. Он считал, что слепые люди лучше могут помочь другим слепым, и он потратит два года своей жизни на то, чтобы это сделать. Луи Брайль фактически возьмет у Борьбье идею прокалывать бумагу шилом и создавать ячейки, означающие знаки, но он принципиально изменит саму систему знаков и максимизирует эффективность письма и чтения, заточив ее под реальные возможности слепых. Во-первых, его система будет использовать нормальные буквы французского алфавита. Во-вторых, каждая ячейка уменьшится до шести точек и начнет помещаться под подушечку одного пальца. К примеру, буква А – это один прокол в точке 1, а Б – это два прокола в точках 1 и 2 и так далее. Потенциально в ячейку Брайля можно закодировать 64 возможных бинарных комбинаций точка или отсутствие точки. Поэтому у него легко нашлось место не только для всех букв, но и для знаков пунктуации и дополнительных знаков, указывающих, к примеру, заглавную букву цифры кодировались теми же знаками, что буквы. 1 – это то же самое, что А, 2 – это то же самое, что Б и так далее. Но перед ними шел специальный знак, говорящий, что дальше будут цифры. А также был знак, что цифры закончились и дальше идут буквы. Он также сконструировал удобный планшет для письма с вырезами, через которые пишущий работал с помощью затупленного шила. В этом есть даже какая-то поэтическая зеркальность. Острое шило лишило его зрения. С помощью тупого шила он открыл мир грамотности всем незрячим людям. Его система была в основном завершена к 1824 году, когда ему было 15 лет. Увлеченный музыкант, он расширит свой алфавит, добавив к нему систему записи нот. И в 1829 году Луи Брейль опубликовал процесс написания слов музыки и текстов с помощью точек для использования слепыми и доступной для них. Эта публикация ознаменовала официальное рождение алфавита Брейля. По иронии судьбы эта книга была впервые напечатана методом рельефных букв системы Ауи, потому что система Брейля еще была никому неизвестна, но она начинает постепенно пробивать себе дорогу. Брейль напишет несколько книг и эссе о системе, которую теперь называют его именем, и об общем образовании для слепых. Поначалу его система была принята в штыки в его собственной школе, потому что она была неудобна для зрячих преподавателей. Рельефные буквы Ауи зрячие читали безо всякого дополнительного обучения, но чтобы читать Брейля, им пришлось бы учить новый алфавит. Зачем им это было нужно? И Луи Брейль начинает изобретать способы писать точками так, чтобы текст могли читать зрячие. Он изобретает декапойнт, точечное изображение обычных букв, на вроде того, что делали старые матричные принтеры. Этот шрифт назывался декапойнт, потому что буквы были в 10 точек высоту, и слепым было нелегко их писать. И в 1841 году слепой друг Брейля, Франсуа Пьер Фуко, сконструировал первый аппарат ротигров, такую печатную машину, которая могла печатать на бумаге выпуклые буквы декапойнта. Хотя ученики восхищались Брейлем и уважали его, его система письма не преподавалась в институте при его жизни. Большинство функционеров, работавших в системе обучения слепых, не только не проявляли интереса к системе Брейля, но и были даже активно враждебны в ее использовании. Доктор Александр Пенье, директор школы, редкий зрячий энтузиаст Брейля, был даже уволен со своего поста после того, как его книга «История Франции» была переведена на шрифт Брейля. Но в конце концов, по настоянию слепых учеников, система Брейля была принята Институтом слепой молодежи. Это случилось только в 1854 году, через 30 лет после ее изобретения и через два года после смерти Луи. С детства болезненной Ваи Брейль всю жизнь страдал от какого-то хронического недуга, скорее всего, вялотекущего туберкулеза. К 40 годам его здоровье так ухудшилось, что ему пришлось оставить работу. Он умер в 1852 году в возрасте 43 лет. А его система начала распространяться сначала по франкоязычному миру, а после первой общеевропейской конференции учителей слепых в 1873 году она стремительно распространилась сначала по всей Европе, а к началу XX века и в США. Поскольку алфавит Брейля является аналогом обычного алфавита, то Брейли различаются от языка к языку. Сегодня существуют алфавиты Брейля для как минимум 133 языков. В какой бы стране вы ни жили, вы почти наверняка сможете найти в общественных местах надписи, дублированные на Брейле. Кнопки лифтов, например, часто подписаны внизу выпуклыми точками, посмотрите. Луи Брейль стал одним из самых известных французов в истории. В день столетия его смерти его останки были торжественно перезахоронены в пантеоне в Париже, где покоятся самые выдающиеся дети Франции. Кроме его рук, его руки отдельно похоронены рядом с домом его детства в Кувре. Этот дом сохранился и в нем сейчас находится музей Брейля. Памятники Брейлю возведены во многих местах по всему миру, а в 1992 году его именем был назван эстероид. Британская энциклопедия включила его в число 100 самых влиятельных изобретателей всех времен. Каждый год 4 января в день его рождения отмечается Всемирный день Брейля и весь месяц январь в США является национальным месяцем грамотности Брейля. Далеко не все слепые люди сейчас знают Брейль и распространение компьютеров даже уменьшило их число, потому что кажется, что можно обойтись звуковыми интерфейсами. но в принципе Брейль интегрирован в компьютерные системы и всех слабовидящих и людей, которые заботятся о слабовидящих, призывают выучить Брейль, потому что это может серьезно расширить ваши возможности и даже выручить в критической ситуации. На этом у меня сегодня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Оставлю вас сегодня без философских выводов и с одним только практическим соображением. Когда вы помогаете другим людям, не забывайте периодически уточнить у них, все ли вы правильно делаете и нет ли у них самих каких-то соображений, какая собственно помощь им нужна. Возможно, что они знают лучше. Помогайте людям помочь самим себе. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.